В 2012 году в Венсполсе зарегистрированы 358 новорожденных, из них 203 мальчика и 155 девочек. Средний возраст мам составил 28 лет, пап – 31 год. Как же нарекли своих отпрысков молодые родители города Венсполса? Среди популярных женских имен – Алиса, Элизабета, Лаура, София, Эмилия и Анна. Среди мужских в Венсполсе самое популярное имя стало Густав. За ним идут Эрнест, Артем, Валтер, Том, Роберт и Рихард. Нетрадиционные женские имена в 2012 году – Анелия, Дорета, Хейдия, Арианна, Райла. Мужские – Анвис, Дамианс, Эрдвис, Набилс, Рустам, Вейо. Не стали отказываться родители и от традиционных латышских имен, таких как Янис, Карлис, Петерис и Микелес. В этом году вступили в силу изменения в законе актов гражданского состояния Латвии. И важным изменением стала возможность вписать в свидетельство о рождении ребенка его настоящего отца, если муж или бывший муж таковым не являются. Ранее в законе было прописано, что в свидетельство о рождении ребенка, рожденного у женщины, которая менее чем 306 дней назад развелась, или все еще состоит в браке и ребенка родила от другого мужчины, в графе «отец» должен быть вписан бывший или все еще законный муж женщины. В итоге надо было делать дорогостоящий генетический анализ и уже потом менять данные в свидетельстве о рождении ребенка. В этом году уже был такой случай. Ребенок родился в ноябре прошлого года, но родители специально ждали до января этого года, чтобы не надо было решать вопрос через суд, а прийти всем вместе в ЗАГС и написать заявление, таким образом установив отцовство. Вводятся новые требования для вступающих в брак. Здесь изменения коснулись и подачи документов для заключения брака. Заявления и другие необходимые для заключения брака документы надо подать в ЗАГС, независимо от того, где будет заключаться брак – в церкви или ЗАГСе. Соответственно, если брак будет заключаться в церкви, ЗАГС выдаст справку о проверке документов, и эта справка будет годна 6 месяцев. Несмотря на то, что только с этого года вступили изменения в законе, которые предусматривают свободу выбора места бракосочетания, в Венсполсе по просьбе жителей уже в прошлом году браком сочетали молодоженов в выбранном ими месте. Такой возможностью воспользовалась пока всего одна пара, сказав друг другу «да» в Доме писателей. Идеи в ЗАГСе принимаются любые. Главное – их согласовать с владельцем выбранного места. Теперь, выбрав любое подходящее для церемонии бракосочетание место, надо лишь уплатить пошлину 79 латов. Не испугает работников ЗАГСа, если несколько пар предпочтут одновременно заключить брак в разных местах города летом, когда свадебная пора в самом разгаре. Постараемся удовлетворить пожелания всех брачующихся. В ЗАГСе работают два работника. Можем работать параллельно. Один работник может регистрировать брак в ЗАГСе или в замке, а второй в это время может выехать куда угодно по желанию молодых. ЗАГС также предлагает заключить брак и в замке Ливонского ордена. Это обойдется брачующимся в 93 лата. И такой возможностью в прошлом году воспользовались 28 пар. Надо заметить, что в помещениях самого ЗАГСа церемония бракосочетания значительно дешевле – 30 латов. Татьяна Саксаганская, Ирина Курганова, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение.